всех приветствую у нас на кокшинге вот и пролетело лето и я давно не делала выпусков потому что уходила в рабочий отпуск но этот отпуск продолжается и я вот так вот быстро решила все-таки сделать небольшое видео по прошествии лета и показать вам все-таки все что то что у нас тут происходит и поделиться очень серьезной новостью в общем сейчас присяду на крылечко это лето было абсолютно идеальным температура держалась от 24 до 28 довольно засушливая этом году было очень мало разных мешающих жить на улице комаров а водов то есть буквально но вечером они появлялись одним было вообще замечательно мы в этом году на лето взяли очень много работы просто вот до сих пор она продолжается я сейчас быстро быстро записываю это видео просто для того чтобы не пропадать надолго вот так вот быстренько сейчас расскажу что все у нас нормально просто очень много работаем и будем так работать еще до октября в таком очень плотном режиме значит на весь июнь мы уезжали волок до приехали сюда у нас тут конечно все заросло все в прилив порядок успели даже вот сделать новое крыльцо вот доделывает лёша новую дорожку в общем все потихонечку двигается да кстати в этом году очень классно был медосбор людей он начался еще в июле что очень не характерно для этих мест то есть в июле как нам сказала одна знакомая которая давно занимается пчелами она сказала что в июле еще не было никогда такого года чтобы она уже начала качать мед к сожалению у нас по определенным причинам чел в этом году не было и поэтому пропустили вот такой вот очень классный год причем самое интересное что именно такая погода началась в конце мая и вот она продолжается сейчас 24 28 плюс-минус температура никогда не повышалась до каких-то высоких пределов но и не падала ниже 20 тоже то есть вот все лето такое ровно идеально классная естественно было естественно пчеловод в этой полосе очень хороший медосбор получился когда мы жили в вологде весь июнь там как раз вроде кажется не очень далеко от нас по прямой где-то километров 200 а там каждый день были ливни и дожди люди рассказывают что картошка на участках плавает ну то есть вот такие вот вещи и а здесь идеально то есть мы звоним сюда нам родственники говорят а мы можем дождаться дождей вообще нету все высохло приходится каждый день поливать то есть вот такая огромная разница в архангельске тоже там наоборот прохладно все было а вот здесь именно вот это вот наша полоса она выдалась какой-то максимальный идеальный в это лето идеальные просто часто очень встречается еще как вы помните у нас потихонечку все это дело собиралась обдумывалась и все-таки пришло решение и хочу сообщить вам возможно это кого-то заинтересует что мы все-таки собираемся дом наш продавать потому что ну именно пчелами заниматься мы здесь не сможем это первое второе у нас сложились определенные планы еще и потому что выросла дочка и сейчас она пойдет девятый класс после девятого хочет поступать и поэтому мы ребенок семье подстраиваемся под нее хотим все-таки чтобы она где-то жила пока что недалеко от нас училась там где она хочет и но есть еще ряд личных некоторых моментов поэтому потихонечку потихонечку мы все-таки за лето пришли к мысли что не сможем приезжать сюда в наш дом хотелось конечно хотя бы иногда приезжать но вот мы допустим отсутствовали в июне и здесь все заросло то есть в доме нужно жить все лето хотя бы все лето можно не круглокодично можно именно просто все лето жить и поддерживать косить траву наслаждаться этими местами у нас сейчас живем и просто все в работе мы даже не можем никуда выехать мечта остается поплавать на лодочке сплавляться по реке вот приехали сегодня пять люди у нас оставили машину и прицеп около дома попросили и поехали сплавляться по реке мы с лёшей как всегда на работу работы много работа трудные и поэтому не видим всей этой красоты вокруг пару раз нам удалось через реку водопляжа сплавать аленка приезжала сейчас на живет бабушки настолько у нас плотный график чтобы даже не можем уделять время сейчас ребенку но в сезон летний сезон у нас всегда такой то есть мы занимаемся все равно какими-то строительными отделочными работами и конечно же с мая по октябрь у нас да очень плотный график в этом году прям всем все надо очень быстро и поэтому без без перерывов работаем какие-то окошечки там есть десять минут вот лёша привез там положил камень есть еще какое-то окошечко бревно какое-то прикрутил то есть все вот так вот вот и поэтому много чего здесь все-таки поменялось но да мы как я уже озвучила собираемся дом все-таки продавать я вот выставляю объявление на авито кому интересно пишите не все мы конечно успели сделать но сделали много те кто смотрел канал видели что все видели что мы сделали вот все делали добротно качественно осталось конечно еще что поделать но уже это незначительно это сможет сделать каждый человек а все основное поднять дома выровнять привести в порядок сделать новую печь хорошую ну и много еще чего в общем это такая главная новость мы целом спокойно относимся каким-то переменам сразу тяжело принимать такие вещи потому что все таки вкладываешь в дом силы душу хочу здесь жить если не на постоянке то приезжать хотя бы на лето хотя планы были разные на постоянке тоже могли бы жить но так так как говорится спокойно относимся к таким вещам и у нас сейчас сложились определенные идеи в голове и мы соответственно следуя этим идеям будем делать какие-то жизни дальнейшие шаги кому-то это непонятно кто-то наоборот очень удивлялся что зачем мы здесь живем на лето приезжать классно на постоянке жить все равно вот но нам в целом нравилось это очень интересный опыт который мы получили но тут еще наверно можно добавить что как говорится если где-то убыло то значит где-то прибыло соответственно один дом продаем второй дом покупаем плюс и в том что значит еще какой-то домик получит новую жизнь и и старенького погибающего превратиться живой ну а куда мы поедем мы прям совсем до конца еще не решили конечно уже представляем что нам нужно и сейчас я пока что не буду все-таки говорить ничего тут кто-то меня назвал мастером интриги красивых подписчиков и не буду терять пока это звание и оставлю это вот такой вот очередной небольшой интригой но конечно же скоро будет все известно и нам тоже будет скоро все известно все таки как чего куда но конечно мы хотим снова дом не хотим никаких квартиру же мы теперь уже максимально привыкли к тому что мы хотим дом обязательно деревянный где он будет как чего смотрите следующие выпуски и вам будет все известно да я кстати вам еще сообщала про книгу что я начала писать на у меня половина почти написано и в ней будет много сказано о нашей жизни каких-то моментах каких-то выводах обо всем но так как сейчас навалилась работа и естественно я пока отложила и продолжил написание но наверное в ноябре поэтому она обязательно выйдет у меня потому что те кто читал уже половину этой книги не читают что это очень интересная книга и заставляет о чем-то задуматься но она серьезная написана легким текстом но говорится про серьезные вещи и самое главное это наш опыт жизненный который мы пережили вся книга написана по реальным событиям за последние наши семь лет но об этом потом я канал все равно этот буду поддерживать буду периодически какие-то видео делать так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...